Девочка-пай 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 Я ему дала честное слово, что я все опубликую и не дам погибнуть творчеству отца. Он родился в 1986 году. — А вот расскажите о его семье, в которой он вырос. В чем истоки его таланта? Кто были его родители? — Его папа, я могу даже показать фотографию, я принесла с собой. Его папа — это Саледдинов Усиин. Он был председателем совхоза при советской власти в Бачсарасском районе в Крыму, в селе Искиель. Сейчас называется это село Орловка. Папа среди династии наших всех родственников, у нас в основном все педагоги, ученые, иностранные языки изучали все, а папа единственный, который музыкой занялся. И, кстати, с трех лет уже родители стали понимать, что ребенок отстукивает определенные ритмы. Сейчас я еще маму покажу. А вот это мама. Кстати, вот слева от меня — это его мама Хатиджи. Я сама впервые их увидела и попросила всех родственников подняла, чтобы мне прислали эти фотографии. Вот его мама. Кстати, у отца было в семье только два человека, а у мамы было восемь детей. И вот среди этих восьми детей, то есть папин дядя, он у нас журналист, корреспондент и основатель газеты «Тержиман». Вот. Очень много детским домам помог в Румынии, в Турции, в Крыму. Ну, такой тоже на добровольных началах. Ваш папа, он родился в Крыму, но в итоге оказался в Узбекистане, в Фергане, где вы и родились. В Маргелане. Это Ферганская долина, Ферганская область, Маргелан. Папа родился в Бахчисарайском районе, в Крыму, в селе Скиель, как я уже говорила, ныне Орловка. Вот. Ну, он с трех лет начал отстукивать определенные ритмы на консервной банке. Родители уже стали понимать, что это не просто он тарабанит, а что что-то там такое вот чувствует он. Ну, и Бахчисарай — это вообще поэтический край, его еще и Пушкин воспел такой музыкально-поэтический. А вот как они познакомились, как ваш отец познакомился с вашей мамой? Ну, началась война. И когда немцы оккупировали Крым, они, как и всех наших молодых девушек и парней, отправляли в Германию, в Австрию. И вот в Австрии мама работала на стеклянной фабрике. Я от мамы знаю, что бутылки состоят из двух половинок. Вот. А папа работал на деревообрабатывающем заводе. И там подруга мамы Шемснур увидела фикрета, то есть отца, и говорит себе, а ты знаешь, тут вот фикрет есть. Ну, они обрадовались, встретились. И надо сказать, что они в Крыму в параллельных классах учились. Но так, чтобы у них что-то было, они никогда об этом не думали. Но уже в Австрии полюбили друг друга и прожили 63 года. Судьба должна была забросить их так далеко, чтобы найти друг друга. Да, найти друг друга, да. Ну, вообще говоря, миром правит любовь, и любовь же движет искусством. У вашего папы есть одно сочинение, которое называется очень поэтичным, левше, фиалки. Я сейчас предлагаю вместе с нашими зрителями послушать. У нас есть фрагмент концертной записи Симферопольского концерта. Будьте добры, дайте нам, пожалуйста, эту запись. Симферопольского концерта 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 И из конского хвоста, как это считается профессионально, смычок, он играл, наигрывал всё на слух, все произведения, которые слышал, народные мелодии. Ну и о нём пошла молва, что не только в селе о нём узнали, и ближайшие сёла. А так как он был маленький, родители, естественно, его не отпускали одного на все эти торжества, свадьбы, мероприятия. Те взрослые люди, у кого эти торжества происходили, они сами приезжали, отпрашивали у родителей, забирали его, он там играл, а потом уже привозили опять. А потом уже, как я говорила, дядя, дядя, егошний мамин брат, он, увидев талантливость отца, он подарил ему скрипочку и книжку «Самоучитель игры на скрипке». То есть он самоучка, по сути. А вот скажите, у него не было комплексов, связанных с тем, что он не имеет высшего музыкального образования, ведь он чувствовал свою силу, свой талант, а вот такого официального признания не получал. Вы знаете, все дело было в том, что они же с Австрии, когда они же думали приедут на родину, получилось так, что депортировали в Узбекистан, в Самарканд. Вот. И там, в Самарканде, о нем тоже уже слушал народ. И, значит, открывался ансамбль «Хайтарма», он и сейчас у нас существует, кстати, в том году было 50-летие. Вот. И набирали туда по конкурсу музыкантов. И наш композитор Ильяс Бахшиш, услышав про него, когда приехал в Самарканд с Ташкента, в гостиничный номер пригласил моего отца. Отец там ему сыграл. Ильяс Бахшишу очень понравилась игра на скрипке отца. И они ему предложили играть партию первой скрипочки. Папа успел в 61-м году экстерно закончить Ферганское музыкальное училище, уже будучи, имея 8 детей. Вот. И когда закончил в 61-м году, тут же поступает в Ташкентскую консерваторию. Год он там учится. Но так как, сами понимаете, большая семья, он больше не смог там учиться. Он стал работать в двух музыкальных школах города Маргеллана. И на добровольных началах вёл два оркестра. Меня неспроста дал на виолончель, потому что я всё, своё детство только издала. После школы бегала то в один оркестр играть, то в другой оркестр играть. Мы ещё поговорим на эту тему о ваших семейных музыкальных традициях. У вашего отца, по преимуществу, мелодии грустные, протяжные. Наверное, наложили свой отпечаток жизненные какие-то впечатления, трудности биографии. Но есть и быстрые вещи, которые требуют хорошей исполнительской техники. Вот я сейчас предлагаю послушать одну из таких вещей в исполнении, опять-таки, Заремы Алиевой. Только поясните вначале, вещь называется «Баар Сеслеры». «Баар Сеслеры» — это означает «весенние голоса». Давайте послушаем «весенние голоса». Пожалуйста, поставьте нам эту запись. «Баар Сеслеры» — это означает «весенние голоса». Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Сам фантазирует, сам аранжировки пишет. Вот это я считаю он. А отец так же требовательно относился к своим детям в музыкальном плане, как и к ученикам? Или послабления какие-то мог делать? Нет, послабления не было. Вот даже мне сразу же вспомнил один случай. Папа был очень добрый, скромный и одновременно строгий. И он говорил, что нету такого ребенка, чтобы не было слуха. Любой ребенок, у каждого ребенка есть слух, нужно просто правильно уметь его развить. Он это пытался делать с любовью, строгостью и требовательностью. Поэтому что к другим, что к нам одинаково. Иначе, вы знаете, я даже знаю, что старший брат со второго этажа по дереву спускался вниз, чтобы не заниматься, иногда убегал. А папа все равно заставлял. А вы с удовольствием посещали музыкальное училище, музыкальные школы? Да, я музыкальную школу с удовольствием посещала. Вот опять повторяюсь, помимо своей музыкальной школы еще бегала в две музыкальные школы в оркестрах и подыгрывала. А потом у меня огромное желание появилось поступить в Ферганское музыкальное училище. Я поступила туда с отличием. Вот, и с альфеджи, и специальность, все на пятерки сдала. Я уже в то время играла Баха. Но жизнь сложилась так, что я не пошла дальше. А то есть вот сейчас ваша профессия не связана с музыкой? Сейчас у меня только связано творчество отца, потому что я говорю, огромным желанием вытворить все это в жизнь. Я не хочу, чтобы погибла его музыка. А почему вот эта профессиональная карьера музыкальная у вас не сложилась? А потому что во время перестроки в 92-м году моя зарплата учителя приравнялась к буханке хлеба. Я, конечно, на то время умудрялась шить платье и плести корзиночки макраме, но мне это не хватало. И мне нужно было как-то выживать, поэтому я переквалифицировалась. Ну, давайте, прежде чем продолжить наш разговор, посмотрим еще один кусочек этого Симферопольского концерта. Будьте добры, дайте записи. Симферопольского концерта 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 что он состоит из двух частей. — Но эти два произведения у нас считаются в народе всегда неразлучными, потому что первая часть тяжелая, медленная, интересный танец на него танцует, а после нее обязательно быстрая хай-торма. Вообще хай-торма у нас считается очень быстрое произведение. Кстати, Владимир Аркадьевич Самарин мне тоже дал одну хай-торму, которую он еще нашел где-то в 30-х годах. — Поясним зрителям, кто такой Владимир Аркадьевич Самарин. — Владимир Аркадьевич Самарин — это когда мне пришлось издавать ноты. Кстати, я уже знаю, как это издается, хотя раньше не знала. Нужно все же начинать с ТИФО в сверстке. И когда в Крыму я такого человека не нашла, мне пришлось через Арифелию Манову, такая хорошая приятница, она технический редактор, кстати, вот этих всех книг, которые я издала, она меня познакомила с заслуженным артистом России Владимир Аркадьевич Самарином. Как я поняла, звание ему дал Путин. Он зав. отделением фортепианной музыки в издательстве «Музыка». Вот он мне все это помог отредактировать. — Очень интересно. А в каких еще жанрах писал ваш отец? — Папа охватил все жанры музыки, насколько это возможно. Есть и для детских садов, и для музыкальных школ, и для музучилищ. Инструментальные, подчеркну, труба, саксофон, аккордеон, фортепиано, скрипка, альт, струдники, ансамбли скрипачей, потом вокальные произведения. Помимо вокальных, симфонические. Конечно, ведущее место занимает скрипичная музыка и симфонический оркестр. А вы сами понимаете, чтобы сочинять симфоническую музыку, это нужно знать и прочувствовать специфику каждого инструмента и уметь способствовать раскрыть выразительные колористические возможности каждого инструмента. — Эльмира, у нас есть звонок. Давайте послушаем. Алло, добрый вечер. Задавайте ваш вопрос. Задавайте вопрос ваш. — Эльмира, скажите, пожалуйста, с какого возраста можно начинать занятие музыкой с ребенком? Спасибо. — Спасибо. — Я считаю, что можно начать и с трех лет. Почему? Потому что дети до пяти лет, они… — Это пример вашего отца, наверное. — Да, я почему так говорю, потому что до пяти лет формируется характер, и у них память очень хорошая, феноменальная. Просто когда я работала в детском саду, в то время я работала по таблице Зайцева. Вы знаете, эти кубики Зайцева, может быть, сейчас и в наше время они все знают, но я увыдрялась за две недели научить детишек читать. Их родители не знали, что их дети читают, а у них уже техника была — 31 слово в минуту. Это, я считаю, рекорд. — Да, да, это очень интересно. — Поэтому музыкой тоже можно заниматься с трех лет. — Вот давайте опять вернемся к вашей деятельности, это можно так, наверное, назвать, по сохранению творческого наследия Фикарета Солединова. Вот каковы эти этапы? С чего нужно было вам начинать продвижение музыкального произведения? Создание нот или с подыскания оркестра, может быть? — Так как у папы пропала память, и мне была самая первая трудность, ну, партитуры оркестровые, например, они были в кучке, как полагается, вот вы уже видели. А вот песни, или же инструментальные, вокальные, было мне очень сложно по страничкам друг за другом находить. И тут мне моё музыкальное образование спасло. Я просто садилась за фортепиано, наигрывала все эти произведения и по смыслу музыкальному находила, что идёт зачем. Это первый шаг был для меня. Второй шаг был вот найти человека, который отредактировал бы, сделал бы этот скоб. Третий шаг — это типография. А потом, когда в типографии... А, в четвёртый шаг — это нужно было найти обложки, титульные листы оформить. Это тоже, оказывается, многие... Большой труд — найти таких людей, у которых есть такие картины редкостные. Нужно же было всё по смыслу собирать. Вот. А после всего этого, когда уже забрали, я опять иду в издательство «Музыка». И вот когда там Владимир Аркадьевич Самарин напишет на страничке, на первой страничке, «Выпуск свет разрешён, и десять экземпляров даришь им», вот тогда, считай, книжка родилась. А раз она родилась, то находятся и музыканты, которые исполняют эти произведения. Но итогом вот этой вашей работы, одним из итогов, стал и выпуск диска с записями творческого вечера в Симферополе. Давайте мы возьмём и покажем зрителям этот диск. Вот он, творческий вечер. Его кто-то называл Фикрет Ага, кто-то называл Фикрет Усиинович. Это обычно ученики и учителя, педагоги, коллеги. А по-татарски его называли просто Фикрет Ага. Так что три имени у него было. Ну вот такой диск. Вот такой диск, да. Идея была, оформление моя, слова, значит, я от души написала своему отцу. Я могу прочитать, если можно. Да, пожалуйста, конечно. Бабашечка — это значит папочка. Самый любимый, добрый, талантливый. Я сдержу данное мною вам слово. Вашу музыку узнают все. Вашу творческую деятельность я продолжу. Не дам погибнуть ей, она гениальна. Ваша любящая дочь Эльмира. К сожалению, отец не смог этого увидеть, потому что я на радостях после творческого концерта приехала опять в Москву, чтобы записать этот диск и поработать над ним. Там есть два клипа. На это время ушло. Я с радостью ехала к отцу, чтобы это все подарить. Я даже не представляла, что у меня день рождения, 2 января. И вот мы выехали в дорогу, и я опоздала на 6 часов. В мой день рождения отец умер. Очень печально. Ну и как-то символично. Давайте вот мы после этих слов послушаем Хайтараму Фантазию. Еще одно сочинение вашего отца. Будьте добры, дайте запись. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Эльмира, на каком этапе сегодня находится эта работа по сохранению творческого наследия вашего отца? Ну, концерт, который я организовала в Москве, в доме Асадулаевых, присутствовали такие люди, как Наталья Нармухамедова, Сервер Абкеримов, люди с университетов педагогических. Вот, они все мне в конце концерта сказали, что нужно необходимо популяризовать эту музыку в Европе. Вот сейчас я и стараюсь. И они, кстати, сказали, что нужно, чтобы учащиеся студенты учились на творчестве отца. У них такое огромное желание было. Я сейчас занимаюсь именно этим, выпускаю, работаю над двумя альбомами. Один классический, те произведения, которые не только мы сегодня прослушали, а полностью еще другие, многое из произведений. А второй диск хочу сделать и миксы, и рапсодии, для того, чтобы круг слушателей расширился. То есть, для молодежи тоже. Ну, помимо того, что Фикрет Салединов писал музыку, он еще и сочинял стихи. Мы можем что-нибудь услышать? Какие-то переводы его стихов есть на русский язык? Переводы на русский язык нет. Отец, как вам сказать, у нас крымские татары тоже есть, которые у моря жили, которые в горах жили, на побережье. Большесарайский язык у нас считается признанным литературным. И вот мы относимся к ним, и папа сочинял именно на вот этом сладком языке. Возьмите меня, конечно, что я читаю на родном, но просто ради рифмы, чтобы немножечко... Звучание почувствовали. Да, звучание послушали. То есть это... Вот у меня даже мурашки по телу. Пришла весна, согрелась природа, снег тает на горах, вода собралась, ручейки, вот у меня, конечно, не складно, ручейки везде текут. Ну, это передает смысл. Да. И это стихотворение, оно соответствует времени года. Теперь у нас весна. К сожалению, время нашей передачи уже вышло. Я вас благодарю за интересный рассказ о жизни и творчестве Фикрета Серединова, вашего папы. Ну, надеюсь, найдутся люди не только те, кто захочет продвигать его музыку, но и переводить также стихи. Спасибо вам. А нашим зрителям я сообщаю, что наша следующая передача состоится теперь через месяц. Всего хорошего. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok